Галина Ткачук живет на Ушакова 20, всего два года и сразу обратила внимание, что двор совершенно не приспособлен для комфортного отдыха. С учетом того, что в доме в основном живут пенсионеры, средний возраст которых 70 лет, то их выход на улицу становится небезопасным. Но еще желающих выйти на улицу, подышать, пообщаться, это значит какие-то лавочки, чтобы было удобно сидеть, потому что кружится голова, падают наши пенсионеры. По вопросу замены скамеек и установки урн Галина обращалась в департамент городского хозяйства в апреле прошлого года. В письменном ответе ей порекомендовали стать участником адресной программы по благоустройству, которая формируется ежегодно по заявкам депутатов городской думы. В чем вообще странно было, я говорю, ну депутат-то мы выбираем не для урн, понимаете, значит это что же теперь в городе, чтобы установить урну, нужно запланировать ее за год, а теперь выходит не запланированно, так за сколько лет нужно запланировать урную поставить, лавочку поставить для наших заслуженных пенсионеров. Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, о проблемах дворовой территории по Ушакова-20 знают и держат ситуацию на контроле. Но в этом году деньги в рамках адресной программы по благоустройству городских территорий были направлены на установку мафов в других дворах округа. А на Ушакова-20 в ближайшее время лавочки будут отремонтированы. Во дворе Ушакова-20 в скамейке есть две штучки. Одну просто покрасят в этом году, одну я дала указание в ближайшее время заберут в ремонт. То есть ее отремонтируют, покрасят и вернут на место. Что касается замены скамеек на более комфортные и удобные сооружения и установки дополнительных урн, то это произойдет при наличии дополнительного финансирования за счет экономии по другим проектам. Мы планируем, если у нас будут какие-то дополнительные средства, например, экономия по торгам бывает такое, то, понятно, в первую очередь поставим там скамейку еще одну дополнительную и дополнительные урны. Если нет, тогда на следующий год. Еще одной проблемой была заросшая травой площадка. Пока репортаж готовился к выходу в эфир, сотрудники коммунальных служб траву скосили, а замену песка в песочнице обещали сделать до середины июня. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.